Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас очередной урок для начинающих разработчиков, урок уже номер 5. Будем говорить про цифры в C-Sharp, как с ними работать и в общем-то, я не думаю, что мне нужно объяснять, что такое цифры. Да, хорошо сказал. Вот, давайте переключимся в Visual Studio, создадим новый проект, вернее, я уже его создал и начнем изучать C-Sharp. Итак, друзья, нужно начать, видимо, с того, что C-Sharp является типизированным языком, это, собственно говоря, то, что мне в нем нравится. Если я создал переменную одного типа, то туда не могут попасть данные другого типа, и это на самом деле круто. Единственное, что требуется от разработчика, это уметь манипулировать этими данными разных типов, приводя один тип к другому и так далее. Итак, начнем с того, что цифры в языке C-Sharp представлены несколькими типами. Integer, Flow, Double, в общем-то и другие есть типы. И надо понимать, что есть самый простой тип, который называется Int. И давайте создадим переменную типа Int, то есть целочисленную, назовем его, ну давайте, number1. И зададим ее значение, ну, допустим, вот, 213 пойдет, пусть будет 213. Дальше мы можем в консольном приложении вывести на экран это, ой, number1. И давайте я вот эту штуку уберу, чтобы она нас не смущала. Запустим, проверим, что это действительно работает. Надо понимать, что в WriteLine умеет понимать, что строку нужно перевести, а, то есть нет, давайте так, что целочисленные значения number можно привести к строке, и это она, собственно говоря, умеет делать. Надо понимать, что все объекты, которые существуют в C-Sharp и образованы от типа Object, и у него есть один специальный тип метод, который называется ToString. В общем, не буду вас грузить нюансами. Итак, смотрите. У нас есть целочисленные значения 213. Давайте создадим еще одну, которая будет, например, вот такое, да. И теперь ему нужно создать другое имя. И, собственно говоря, мы можем вывести результат сложения этих чисел. Опять же, если запустим приложение, и, как вы видите, вот 537 отлично работает. Другими словами, мы можем сделать еще одну переменную, в которую можем положить результат вычисления. Ну, например, сложение этих чисел number1 плюс... Ну, вот, смотрите, мне Visual Studio подсказывает number2. Ну, всякую фигню иногда подсказывает, но это не важно. И результат мы можем вывести также в консольное приложение. Давайте, форматирую красиво, запустим. Ну, и, как вы видите, результат тот же самый. Дальше, что мы можем еще делать с числами? Давайте эти два числа не только сложим, но и, допустим... Так, давайте, это будет результат 1, это будет результат 2. Мы вычтем одно число из другого. И, допустим, это приложение. Ну, как вы видите, ох, какая красивая разница получилась. Ну, надо же. Вот, так же мы с числами что можем делать? Мы с этими числами можем делать умножение. Ну, вот, только название переменной, в которую мы будем складывать результат, нужно поменять, потому что C-Sharp не любит одинаковых переменных с одинаковым названием. Ну, и так, я вывел... Ну, да, прошу прощения. Итак, результаты у нас на экране. Дальше, что мы можем еще сделать с этими числами? Ну, теоретически, все что угодно мы можем разделить, но вероятность того, что у нас получится целочисленное значение, очень мала. Потому что, как вы понимаете, нужно четко понимать, какие форматы могут возникнуть при ваших математических операциях. Это важно. И, на самом деле, потеря каких-то долей от математических вычислений, но особенно в бухгалтерии, сами понимаете, это, на самом деле, важная штука. Давайте создадим здесь тогда перемены, которые мы можем смело делить и получить целое число. Ну, например, number... Сколько у нас там? 3 равен... Нет, не так. Number 3 равен, допустим, ну, пусть будет 6. Целочисленное значение number 4, пусть будет 3. И результат деления номера 3 на номер 4 мы выведем в результат 4. И здесь напишем деление. Запустим приложение. Ну, и, как видите, у нас результат 2. Это, на самом деле, тоже предсказуемый результат. Так, а что, собственно говоря, дальше? Дальше мы можем вот эти вот комбинации математические манипулировать ими сколь угодно много. И, собственно говоря, мы можем их складывать в целые выражения. И эти выражения могут быть сколь угодно длинными. Ну, в данном варианте давайте сделаем таким образом. Мы для начала number 1... Ну, давайте так. Number 3 разделим на number 4. Так, и дальше мы прибавим number 1 и умножим на number 2 вот таким вот образом. И, собственно говоря, выведем результат опять в очередной раз на консольное приложение. Запустим. Ну, и очень странно, но у нас получилось. Ну, надо же. Вот, 69014. В общем, как вы видите, это тоже работает. Эти выражения могут быть сколь угодно длинными. Более того, смотрите, на самом деле тут работает все, как в реальной жизни. Можно поставить скобки. Ну, вернее, давайте вот это выражение вынесем сначала. Я боюсь, что мы будем делить большее на меньшее. Вернее, меньшее на большее число. У нас получится 0. Я хочу показать на баллу, чтобы у нас получилось немножко большее число, чем... В общем, больше 0. Так, мы на это разделим, на это умножим и запустим. Ну, вот смотрите, в реале у нас получилось 11664. И надо, собственно говоря, при этом понимать, что в результате может получиться дробное число, в результате деления, в частности. И мы его приводим к целому числу, вот здесь вот тут. И, соответственно, дробная часть, она отбросится, и мы потеряем какие-то данные. В общем, нужно понимать, что математические операции, они как бы и в математике работают, и здесь тоже будут работать. Так, на этом, наверное, все. Я хочу напомнить, что с некоторого времени я выкладываю видео не только на YouTube. Ищите на других платформах. В частности, все новости точно есть в моем блоге колобонга.нет, ну, или в телеграм-канале. В общем-то, там точно вы не пропустите видео. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok